Пневмония часто вызвана осложнением различных инфекционных заболеваний. Тот же грипп легко может перейти в воспаление легких. В так называемую группу медицинского риска входят беременные, медработники, дети от 6 месяцев и до 5 лет, люди старше 65 лет. Есть также группы социального риска. Это люди, которые обращаются в широких социальных кругах. Вспышка гриппа, которая была, вы знаете, в 2009-2010 году, значительная вспышка эпидемии, можно сказать, гриппа, который был вызван штаммом вируса H1N1, вызывала вот эти осложнения, тяжелую пневмонию, очень тяжелую пневмонию. Я даже могу сказать, что многие врачи в своей практике такой пневмонии раньше не видели. Среди пациентов городской клинической инфекционной больницы роста респираторных вирусных инфекций медики пока не наблюдают. Больше поступают людей с ангиной. Из 40-50 человек каждый день у 10 обнаруживают ангину. Подобные сбои иммунитета связаны с резкими перепадами температуры, отмечают врачи. В то же время в этом сезоне медики готовы столкнуться лоб в лоб с новым штаммом гриппа. В этом сезоне ожидается, по прогнозам эпидемиологов, три штамма гриппа. Один известный нам уже H1N1, это грипп А. Второй штамм гриппа А, H3N2, население также с ним сталкивалось. И третий штамм – это вирус B, Массачусет. С ним не сталкивалось население. Еще одно из наиболее опасных заражений, передающихся воздушно-капельным путем, это заражение менингококом. Обычный жар уже может стать сигналом того, что возбудитель попал в организм, предупреждают специалисты. Менингоэнцефалиты, менингиты, бывают различного происхождения. Они бывают вирусного происхождения, то есть вирусной этиологии и бактериальной этиологии. Это очень тяжелое заболевание, которое протекает остро, возникает внезапно, сопровождается высокой температурой, головными болями, рвотой, ну и с другими специфическими симптомами. Если это бактериального происхождения, то очень тяжело протекает менингококовый менингит, то есть менингококовая инфекция, когда кроме того, что у пациента есть высокая температура, появляется геморрагическая сыпь. Против менингококового менингита существует вакцина, которая хоть и не входит в обязательный календарь прививок, но все же является определенным спасением. В то же время доктора советуют прививаться от гриппа с помощью вакцины. Одна доза содержит защиту от новых активных штаммов гриппа. Безусловно, успеть принять ее следует за две недели до прогнозируемой эпидемии. На момент вакцинации надо быть здоровым, отмечают врачи. Тогда и толк от прививки будет.